Буквально случайно у меня появилась возможность стать предпринимателем. Я думала буквально три дня, и через три дня мы арендовали помещение. Юлия Шамсудинова уже два года успешный предприниматель. Она владеет салоном красоты. Как рассказывает Уфимка, в ее деле очень большая конкуренция. Поэтому всегда надо быть готовым действовать решительно и учиться новому. Конечно же, выживает сильнейший. Нужна правильная стратегия, нужны правильные действия. У нас дружная команда, мы постоянно развиваемся. Конечно же, ходим на подобное обучение, как сегодня. Постоянно внедряем какие-то новые фишки. Всего на конференцию бизнес-школы Сколково пришло около полторы тысячи участников. В течение всего дня для них выступали ведущие спикеры Московской школы управления. Основная цель визита – это поговорить о бизнес-образовании, поговорить честно, стоит ли оно своих денег, может быть, лучше делать свое дело, делать свой бизнес, а не платить за образование вообще. Многие из известных мировых предпринимателей вообще не закончили высшее образование. Сегодня я речь идет о старте своего бизнеса и о ключевых моментах, которые позволяют начать свой бизнес. Первый – это вопрос мотивации, ну то есть понять, зачем тебе это нужно, и понять, как, ну, оторвать от дивана себя. Второй момент – это мотивация команды, как не просто себя мотивировать, но людей вокруг. Третий – это интернет-маркетинг, ну просто это очень горячая тема. Чем бы ты ни занимался, ты должен уметь продвигаться через интернет. Ну, и четвертая тема – это, собственно, продажи, не только через интернет, а в принципе, как выстроить отдел продаж, как найти хорошего продажника. Несмотря на то, что ситуацию в нашей стране нельзя назвать экономически стабильной, тем не менее, каждый день в России появляются новые предприниматели. Московские бизнес-тренеры считают, что сегодня такое время, когда ошибки не прощаются. А значит, на рынок нужно выходить с тщательно разработанной стратегией. Тренды, на их взгляд, тоже не важны. То есть смотреть на самые дорогие компании мира, на тот же Uber, даже история про эффективность, про то, чтобы убрать посредников в виде таксопарков, а люди напрямую заказывали такси. Да, теперь компания стоит дороже, чем «Газпром», и вся более мелкая российская газ, газ и нефть и отрасль, все. То есть любые вещи, которые повышают эффективность либо в бизнесе, либо в взаимодействии человек-компания, это будет развиваться, будет расти и в мире, и в России. Данные мероприятия, тем более еще и бесплатно, они дают большие возможности для начинающей молодежи, которые даже только вступают на пусть, так скажем, бизнеса. Каждый раз есть люди, которым это что-то дает, а есть люди, которым это ничего не дает, они просто посидели, послушали. Я мог бы вам сказать красивые слова, что теперь жизнь всех и каждого изменится, но это не так. Изменится жизнь очень немногих, тех, кто, послушав, решит использовать какие-то инструменты на себе, рискнет там и так далее и тому подобное. Мария Алексеева, Лилия Галямова, городской телеканал ЮТВ.